Всех приветствую в 28 предпоследнем выпуске прохождения игры King's Field 4 The Ancient City на PlayStation 2. В этом выпуске я покажу вам как в игре работает система улучшения оружия и доспехов у кузнеца, которая впоследствии переехала в игры серии Dark Souls и Demon's Souls, ну и в Bloodborne тоже. После того как мы освободили кузнеца, он сидит здесь у своей небольшой кузни и что-то кует. Если у тебя что-то сломается, приноси мне, я с радостью готов все починить. Осмотрим экипировку, лунный меч сейчас наносит рубка 105 повреждения. А также я оставлю шлем, перчатки и поножи лорда Мию на улучшение вместе с мечом. И посмотрим что будет. Выбираю опцию модификация и из списка предлагаемых предметов выбираю предмет. Модифицировать можно один из трех параметров. Соответственно рубка, удар и укол. Либо защиту от этих типов урона. В зависимости от того, что мы улучшаем. Оружие, либо броню. Улучшение, мало того, что требует в обязательном порядке камни для улучшения оружия и брони. Оно еще и затратно по времени. То есть реальному времени. Вот я оставляю меч и гном мне говорит, что 10 минут он будет его улучшать. Если у тебя что-то сломается, приноси. Я тебе все починю, говорит гном. Ну что ж, я отдал ему предметы. Ждем 10 минут. 10 минут прошли. С помощью магии монтажа они пролетели за секунду. Звук молота помогает мне забыть. Выбираем опцию получить. И получаем все предметы, которые гном модифицировал. Больше ничего нет. Посмотрим, что получилось. В итоге рубка у меча стала 106 единиц. То есть за 10 минут реального времени и за один камень улучшения оружия, гном может прибавить единичку к одному из трех параметров атаки, либо защиты, смотря что мы ему оставляем. Броню или оружие. Мне кажется, что это абсолютно незначительное улучшение. Ну, разве что ты точно знаешь, какой ты будешь использовать меч, и хочешь все свои 15 собранных за игру камней улучшения вложить в его какую-то характеристику, и ждать при этом еще почти 2 часа реального времени, то можно этим заняться. Мы, конечно же, заниматься этим не будем. Я вот показал вам, как эта штука работает, и мы отправляемся дальше по сюжету. Мы спускаемся по уже известной нам длиннючей винтовой лестнице в подвал. Здесь я только зайду в одну комнату. Комната абсолютно пустая, но на стене есть надпись, хочу ее прочитать. Я уронил ключ, я ничего не вижу, я не желаю сражаться, поэтому я убегаю. Прости меня. Не знаю, кто ее написал, но выглядит очень атмосферно. В стиле игры в целом. Следующая по счету дверь, которая нас ожидает, это будет дверь налево, которую мы уже открывали. В одном из прошлых эпизодов, забрав оттуда древний иногрудник. И вот мы в итоге спускаемся под башню и видим, что вода отравлена. Ради интереса одену браслет паука. Нет, не помогает. Ну и ладно. И вот перед нами впереди пьестал воды. Как нам недавно сказал окаменевший серрак Резмак, статую которого мы нашли в особняке воющих ветров, вода у подножия башни отравлена. И именно она является причиной появления всех вот этих монстров и прочей нечисти. Мы же принесли с собой икону воды, вставив которую в пьедестал. Мы сможем очистить воды. Делаем это незамедлительно. Это последняя икона и последний пьедестал, который мы объединяем в игре. Впереди нас ждет уже финишная прямая. В конце этого ролика мы дойдем до места, куда нужно будет поставить Идл Скорби. Это наша изначальная миссия. Идл, которого нам передал странный незнакомец в самом начале игры. Мы наконец-то донесем его до пункта назначения. Но не будем забегать вперед. По пути нам еще много чего интересного попадется. Находим амулет исцеления. Постепенно исцеляет раны тела. Прикольная штука. Вот только не совсем нужна она в конце игры. На начальных этапах игры это было бы незаменимым ожерельем. А сейчас уже совсем не обязательно. Продвигаемся, расчищая путь сквозь этих грязевых элементарей. Или даже не знаю, как их назвать. Я решил одеть браслет, удваивающий опыт. Потому что здесь огромный грязевой элементарь ходит. Может быть за него много опыта дадут. Из него, кстати, выпадает кристалл магии воды. Гидропушка. Заклинание. И следом нужно найти ключ от тюрьмы. Причем найти его весьма непросто, скажу и вам. Здесь огромный красный слизень. Уничтожим его. Да. Отравил немного, но ничего страшного. Вот здесь среди костей абсолютно неприметный лежит ключ тюрьмы. Вот как его можно было просто так взять и найти. Кто стал бы рассматривать эти кости так близко? Ведь мы за игру находили огромное количество костей. И никогда среди них не было ничего интересного. Ну да ладно. Главное, что ключ тюрьмы найден. А это значит, что мы можем отправляться в новую локацию. Вот она. Здесь нужно... О! Ничего себе я упал. Ну хорошо, хоть пролетел всего один пролет. Я думал, мне конец. Мы попадаем в новую локацию. И прежде, чем в нее отправиться, я хочу выучить всю накопившуюся магию у меня в инвентаре. Для того, чтобы, во-первых, пополнить ману, а во-вторых, проверить, всю ли магию я нашел в игре. Да, по ходу игры я не часто ей пользовался. Ну, потому что ее слишком много и необходимости постоянно ее менять в принципе нет никакой. Тем более, если пользуешься одной какой-то определенной магией, то ее можно прокачивать, как, например, я прокачал ветряные лезвия и теперь они стреляют под два. И вот новая локация называется Старое поле боя. Оно опутано тьмой, зловещим зеленым туманом и кислотными лужами. Используем ключ тюрьмы, чтобы попасть в тюрьму, потому что единственный способ продвинуться дальше в локацию Старое поле боя это пройти через тюрьму. Направо сейчас идти не было никакого смысла, потому что там просто разрушенный мост. Мы увидим его с другой стороны. Поменял заклинание на другое, чтобы просто его посмотреть, что такое водный гейзер. Ну, такое себе, мне не очень нравится такое заклинание. Хорошо хоть меч не подводит. Собаки слишком быстро бегают, чтобы нанести им нормальный урон этим водным гейзерам, но вот сейчас она в принципе вообще стояла все время в этой луже и не то, чтобы сильно много урона получила. Такое себе заклинание. В этой комнате мы находим следующий элемент брони лорда Мио. Это щит. Лорда Мио рассекаем темную магию, которая его окутала. Щит Лорда Мио совершенный щит, о котором складывают легенды, создан великим мастером. Неудивительно, он дает и от всех шести стихий защиту и по трем физическим параметрам дает защиту неплохую. Короче, экипируем. А магию я сменю на фриз. Давайте попробуем ее. Опа, увернулся. А вот фриз неплохо действует, мне нравится. фриз этого скелета где-то в костях был спрятан цветок дракона, тюрьма просто наполнена церберами, ну и несколько скелетов тоже есть, благо скелеты вообще никакой опасности из себя не представляют, да вроде и к церберам я ключик подобрал. Впереди демонический щит, щит хаоса, дьявольский щит, в который вселилась душа демона, жертвуя разумом во имя сил тьмы. мы не будем жертвовать своим разумом, у нас щит лорда мио, легендарный, о котором складывают песни, нам ничего больше не нужно, кроме этого щита, так, внизу это мы только что были, и вот здесь есть фальшивая плита в стене, небольшая секретная область с огромным количеством тараканов и магия тьмы, темный туман, впереди нас ожидает босс но сейчас не об этом, здесь трещина в стене, рядом со скелетом, стену можно проломить и найти в нише фиолетовый камень телепортации, но к фиолетовому камню телепортации не помешает и фиолетовый жезл телепортации и вот его нам придется силой отобрать у босса локации тюрьма к которому мы отправляемся босс очередной демон с огромным мечищем воины леса пируйте после долгого молчания вот такой классный демон я даже не знаю как прокомментировать эту битву я просто отступаю назад стреляю в него магией бью его мечом вот это вот он по мне ударил и снял практически полностью очки здоровья это не очень приятно да опасный парень такой убить может пора скушать фруктик фрукт полностью восстанавливает очки здоровья отпрыгивает назад уворачивается немножечко колдует но на мой взгляд не такой сложный как демон огня из локации пещеры огня который постоянно уворачивался которому было очень сложно нанести удар этот просто прыгает туда-сюда но практически всегда на виду можно легко в него стрелять магией можно бить его много очков здоровья у него да урон наносит большой да но не более вот и все недолго он сопротивлялся и поднимаем фиолетовый посох для быстрого перемещения нажимаем на рычаг открывая себе ворота для дальнейшего продвижения и завершения и завершения этой локации перехода в локацию старое поле боя которая напоминаю будет последней локацией в игре она совсем небольшая наверное даже меньше чем вот эта тюрьма хотя тюрьму мы уже полностью прошли тоже немного это заняло время вместе с боссом кстати говоря который в принципе не не оказывало особого сопротивления но это наверное потому что у меня на персонажи самая сильная броня самое сильное оружие которое может быть на данном этапе игры и не просто самая сильная а самая сильная плюс одна единица урона это вам не хукры мукры поэтому абсолютно без всяких проблем подходим к огромным воротам и выходим из тюрьмы использовав второй раз ключ тюрьмы здесь валяется мертвый страж о котором раньше нам рассказывали письмена и каменное извояние волшебника именно с помощью стражей лесной народ вместе с земным народом давно во время великой битвы с народом тьмы пытался одержать победу но все что у них обоих получилось это полностью уничтожить друг друга остались какие-то жалкие недобитки вот к чему приводят все войны никто в итоге не выигрывает еще одна магия тьмы возможно последние это заклинание называется темная накидка одеяние тьмы что-то такое дарк шрауд расправляемся с несколькими демонами вообще без всяких проблем в войне нет победителей и побежденных все проигрывают все несут убытки все несут потери вот этот мост и рядом со скелетом возможно скелетом лорда миу мы находим меч скорпиона проклятый меч отравляющий хозяина и его жертву я не уверен что эти кости принадлежат лорду миу но так написано в гайде в игре они подписаны просто как кости и здесь мы можем видеть последний элемент брони лорда миу по скелету огромного дракона пробираемся на уступ рассекаем темную магию смотрите какой нагрудник с молнией на спине нет он явно не из этого времени очень жаль что серия кингсфилд закончилась на четвертой части доспехи о которых складываются легенды созданы великим мастером оружейником что интересно игру ругали за излишнюю мрачность за излишнюю сложность за то что сюжет не лежит на поверхности и его нужно узнавать из всяких письмен то что сюжет не подается в лоб в виде заставок слава тьме тьма и единственная истина это написано на всех этих надгробиях солнце освещает весь мир потушим же его и вот абсолютно темная пещера окутанная непроглядным мраком я использую кристалл магии для того чтобы продвинуться дальше мне нужно восполнить ману выбираю новое заклинание магии воды и чтобы рассечь мрак нужно взмахнуть мечом лунного света и мы подходим к предпоследнему боссу игры здесь я использую хитрость я одену ожерелье воров для того чтобы лучники забыли обо мне и по одному их всех уберу никто не должен пройти здесь пока не пробудится повелитель тьмы говорит нам босс и лучники появляются по обеим сторонам по три лучника с каждой стороны в силу того что я экипировал амулет воров они не видят меня и сейчас я по одному потихоньку от них ото всех избавлюсь открыв себе возможность сражаться с боссом без проблем интересно что бы все эти критики сказали сейчас когда основными отличительными особенностями серии Dark Souls как раз таки являются непрямое повествование излишняя сложность излишняя мрачность и все то за что ругали эту игру на мой взгляд эта игра совсем немногим отличается от Dark Souls если если бы гейм дизайнеры сделали управление в этой игре от третьего лица а не от первого эта игра была бы до степени сличения похожа на Dark Souls но видимо всему свое время и каждая идея находит свою аудиторию только при определенных обстоятельствах и определенном запросе по настелению однако не стоит забывать что основы полюбившегося всем геймдизайна были заложены отнюдь не в игре Dark Souls как многие считают и даже не в игре Demon's Souls как считают более прошарен основы были заложены в игре Kingsfield и игре Shadow Tower которую выпускали параллельно с серией Kingsfield и представители серии Shadow Tower есть и на первой PlayStation и на второй так же как и Kingsfield есть и на первой PlayStation и на второй а с третьей PlayStation уже пошел Demon's Souls и Dark Souls причем популярность серия Souls снискала именно на Dark Souls хотя демоны практически ничем не отличались там там уже было и управление персонажем от третьего лица и все 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 то что потом практически без изменений перекочевало в серию Dark Souls может быть демоны не были настолько известны из-за эксклюзивности на консоли PlayStation 3 в то время как темные души выпускались и на Xbox 360 и на PlayStation 3 и даже впоследствии были перевыпущены на PC в издании Prepare to Die Edition тем временем добиваем босса без поддержки из своих лучников он не представляет никакой опасности поэтому босс повержен я получаю уровень и мы видим огонь огромную комнату в каком-то гигеровском стиле даже немножечко в центре которой находится алтарь тьмы на которой пока что мы не будем водружать идол потому что если мы это сделаем пути назад уже не будет настанет конец игры ну сначала финальный босс а потом конец игры а прежде чем завершать свой цикл прохождений и гайдов по игре Kingsfield 4 я хотел бы еще пару моментов показать в частности я хотел бы сходить к центральной башне вот кстати пролом который мы могли наблюдать из тюрьмы так вот я хотел бы сходить к центральной башне на второй ее этаж и самому посмотреть и вам показать нашел ли я всю магию напоминаю количество найденной персонажем магии отражается на огромной фреске на которой изображены все шесть школ магии и в качестве небольших огоньков на них показано сколько заклинаний каждой школы нашел игрок каждая школа имеет по пять заклинаний всего школ шесть итого суммарно в игре можно найти двадцать заклинаний магии ветра воды огня земли света и тьмы шесть 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 Продолжение следует...